Повлияет ли на спорт Чеченской Республики, на Чеченских спортсменов возможная дисфликация России от международных соревнований на 4 года? Конечно, повлияет, потому что такого уровня соревнований, европейского, мирового, каждый спортсмен, его тренер, можно сказать, идут всю жизнь. И то, что они с годами, десятилетиями делали, это просто пропадет. Конечно, и спортсменам жалко, и тренерам жалко, и причем наши спортсмены самые первые приносят золото на Олимпиаде. У нас есть практика, мы это знаем. Поэтому, конечно же, повлияет, и это их конечная цель, это пик, скажем, достижения спорта любого спортсмена, это попасть на Олимпиаду, на мир. И, конечно, когда, вот, скажем, если такое исключение будет, это, конечно, повлияет и на спортсмена, и на... Ну, они не падают духом, они продолжают тренироваться, они верят в то, что справедливость восторжествует, и те санкции, которые против России намеренно делают, они, в конце концов, снимут, и наши спортсмены, которые представляют сборную разных видов спорта, достойно представят нашу страну. Вы знаете, это уже носит такой политический характер, это намеренно Запад делает, потому что Россия всегда в самых, скажем, таких на высоких уровнях завоевывает большое количество медалей, золота, серебра, бронзы, и, конечно же, здоровую конкуренцию России представляет. Поэтому любым способом эти страны ведут целенаправленную такую политику, чтобы наши спортсмены сборной России не участвовали на таких высоких турнирах, как бы улучшить свои результаты, исключая наших спортсменов. Конкретно именно на чеченских спортсменов мы не наблюдали. Есть такие моменты, неподтвержденные. Допустим, накануне каких-то высоких престижных соревнований спортсмен может заболеть по незнанию тренера или по рекомендации тренера, или сам спортсмен употребляет какие-то таблетки, которые улучшают самочувствие, но в крови показывают те вещи, которые как бы по ихнему рассуждению противопоказаны. И заранее и спортсмен, и тренер, они могли об этом и не знать. Вот в частности, если даже такие случаи были, были какие-то случаи по незнанию. И, допустим, эти препараты, сами препараты, не входят в список запрещенных, но в крови они могут показать какие-то проценты, которые под запретом. Поэтому, в основном, даже если это есть, то по незнанию. Но наши спортсмены, нужно отметить, что не нуждаются в каких-то допингах, мы всегда доказывали это, поэтому здесь особо используют какие-то допинги, и никакой надобности для нас нет. Ну, немного отходя от темы допинга и запретов, в республике есть относительно молодые виды спорта, которые в республику нам пришли совсем недавно, в том числе регби. Как, собственно, дела у нас с этим видом спорта, и как выступает РК Гроза? Вы знаете, я сам лично присутствовал на несколько игр нашей команды, и на одной из этих игр они играли с командой из Осетии, и наша команда одержала достойную победу. Конечно, это для нашей республики и для нашего народа новый вид спорта, такой вид спорта у нас в республике не культивировался. И было поручение Ранзана Ахматовича именно развивать те виды спорта, которые у нас по каким-то причинам слабо реализовывались. И один из них есть регби. Это сейчас мы открыли федерацию плавания, федерации гимнастики, федерации художественной гимнастики, федерации тенниса, легкую атлетику. Сейчас у нас приехал наш спортсмен, который в Америке по гировому спорту стал чемпионом мира. Сейчас мы открываем федерацию гирового спорта, поэтому двукратный чемпион мира в нашей копилке, из нашей республики. И мы открыли уже федерацию по армлейсингу. То есть те федерации, которые в последнее время, год-два мы открыли, они дают свои результаты. Там тысячами спортсменов задействовано, квалифицированные тренеры дают хорошие результаты. И у этих видов спорта есть будущее. Это было поручение Рамзана Ахматовича, именно развивать игровые виды спорта, легкую атлетику. Еще забегая вперед, хочу сказать, что в 2020 году в мае месяце планируем провести в нашей республике первый чемпионат по легкой атлетике. Это для нас, для всех новое. Мы уже над этим работаем. У нас есть перспективные легкоатлеты. Уже они тренируются на наших спортплошадках. Уже появились такие, скажем, яркие номера, у которых есть хорошие результаты. И это тоже было поручение Рамзана Ахматовича, именно развивать легкую атлетику. И буквально недавно на Кавказских играх, хочу отметить, из нашей команды наш парень простой из села обыграл чемпиона Европы по стрельбе из лука. Это было не то, что удивлением всех спортсменов, которые представляют стрельба из лука. Даже сам чемпион Европы был удивлен. Это для нас тоже успех, это для нас результат. То есть, это именно те поручения, которые давал Рамзан Ахматович. Вот эти результаты, которые мы сейчас делаем, это вот результат работы, который мы делаем в республике. У нас очень много одаренных молодых людей во всех населенных пунктах. Мы их выявляем, даем им возможность проявить себя. Я думаю, что не за горами открытия Федерации Велоспорта у нас уже ведутся переговоры. Базирование Федерации Велоспорта, то есть сборников России, на наших базах, это Грозненское море и Кизиной Ам. Как мы все знаем, сборный состав по Академии Гребель России, они уже базируются у нас после длительного перерыва. И Рамзан Ахмат создал все условия, чтобы такие, скажем, федерации, которые представляют нашу страну, сборники, чтобы они достойно здесь тренировались и делали результат, он создал здесь все условия. Поэтому я думаю, что они будут в самом ближайшем радовать нас. Плюс еще у нас есть парусный спорт Ахмат, который достойно представляет не только Чеченскую Республику, но и Россию, выигрывает все возможные турниры. Так что будем и дальше радовать наших жителей, болельщиков нашим успехом.